Смотрите, чем больше невежества, тем больше надо дистанции делать. Дистанция может быть такой сильной, что она должна быть такой сильной, чтобы тебе было более-менее нормально. Если человек выходит из равновесия, это не способ жить. Дистанция означает, что я не ищу счастья в этом человеке. Я живу с этим человеком, но счастье в нём искать не собираюсь. Я ищу счастье в Боге. Это время отречения для неё. Бог ей создал такую ситуацию, чтобы она поняла, кто лучше, кто важнее для неё, Бог или человек. Через человека всегда действует судьба, а через Бога никогда судьба не действует. Действует только милость. Поэтому надо в Боге найти прибежище и жить рядом с мужем. И дальше что может произойти? Дальше или его сносит, он сам уходит, его сносит. И она дальше раскаивается во всём, очищает своё сердце, светлую память о нём оставляет, и Бог гарантия даёт ей хорошего человека. Она свою карму плохую отработала, получила хорошего человека. Поймите, что лучше отрабатывать карму с живым объектом, чем с теоретическим. Вот тебе Бог дал отрабатывать карму с кем-то, и отрабатывай. Просто человек не должен выходить из равновесия. Допустим, если ты разгребаешь кухню, и кухня упала тебе на голову, то это не способ её разгребать. Надо так делать, чтобы не калечиться. Понимаете? То есть если ты калечишься в отношениях, значит, тогда это неправильно. Надо достаточно аккуратно и дистанцироваться, чтобы судьбу подведить тяжёлую. Но если человек лезет в драку, в ругань, то это не способ. Это способ убить себя просто. Если совсем тяжело, человек уже бьёт, там издевается, тогда надо разъезжаться, жить отдельно, молиться, не расходиться. Разъезжаться, жить отдельно, и говорить, я тебе верна, я всё выполняю, люблю тебя. Но у меня есть определённые потребности жить по-человечески. Я как свинья жить не могу. Видите, почему люди не разъезжаются, почему они ругаются, почему не могут держать дистанцию, есть только одна причина — зависимость. Я завишу не от Бога, а от человека. Я хочу от него получать счастье. Всё. В этом вся причина. А любые хорошие отношения, они всегда так держатся. Я от Бога счастье получаю, а человеку служу. А если он благодарен, я бонус получаю от него счастье тоже. Я не ожидал, но как бы хорошо. Пример, допустим, я сдаю экзамен. Моя задача — выучить предмет. Выучить как? По-доброму, так, как мне нравится. Не так, как требует, так, как мне нравится. По-доброму. Я хочу всё понять просто. Как могу. Ну и рассчитываю на три по пятибалльной системе. На тройку я рассчитываю. Ну а и я хочу также сохранить добрые отношения с преподавателями. Я хочу, чтобы они хорошо ко мне относились в конце концов. Я хочу от них принять судьбу, всё, что они мне скажут. Я прихожу, когда на экзамен, я говорю, спасибо вам большое за то, что вы тратите на нас время. Всё. Я принимаю от вас любую отметку, какую вы мне поставите. Заранее. И потом дальше ни из себя ничего не корчить, просто по-доброму сдавать экзамен, как ты можешь. Ты добрые отношения проявил к преподавателям, ты от них не зависишь. Победил себе зависимость от них, а показываешь им просто знания. Они тоже к тебе будут по-доброму относиться и тебе сделают какое-то исключение. Или помогут тебе сдать на четыре, или там, если ты будешь хорошо отвечать, даже ещё и обрадуются. Но если человек зависим, он выходит к преподавателям и в рот им смотрит, дышит, вот, это вызывает раздражение, и они начинают его гасить, такого человека. Не нравятся, не нравятся такие люди. Неприятно. Он зависим, он хочет лучше оценку получить, вытягивает. То же самое в любви, девушка, допустим, хочет замуж сильно. Это означает, она зависима от мужского начала. Если она зависима, это не нравится мужчинам. Смотрит, вроде красивая девушка, но какая-то слабенькая. Всё, мужчина не будет. Ему нужна царевна. Любому мужчине нужна царевна. Чтобы стать царевной, нужно стать самодостаточной. Нужно научиться любить Бога. И тогда ты станешь красивой, потому что вся энергия благочестия у женщины идёт в красоту всегда. Чем больше добрых дел, тем больше красоты. Люби Бога. Стань зависимой от Бога. Таревна означает зависимой от Бога. Всё. Она независима от мужчин. Мужчина понравился, она на него посмотрела чуть-чуть и отвернулась. Всё с этого момента он начинает любить. Любляется, потому что он видит, что она сильнее. Любить можно того, кто сильнее. Кто слабее, невозможно любить. То же самое в близких отношениях муж-жена. Человек должен стать зависимым от Бога. Он должен стать сильнее. Когда он сильнее, близкий человек смягчается. Кроме того, когда женщина становится сильнее, от неё уже начинает идти счастье. Несмотря на карму. И она ему начинает нравиться опять за нас. Воистину тот страдает, кто теряет себя. А человек теряет себя, потому что он привязывается не к Богу, а к человеку. Как к Богу можно привязаться? Природа, люди, храм. Через природу ты получаешь здоровье и силы. Через людей ты получаешь возможности в жизни. Как можно служить Богу через людей? Это служение старшим. Это общение с духовно развитыми людьми. Радоваться, общаться с духовно развитыми людьми. Таким образом, человек, общаясь с теми, кто связан с Богом, он таким образом через людей получает энергию, которая даёт ему возможность в отношении, в обществе людей быть сильным. Какая сила нужна человеку в обществе людей? Мужчине нужна сила развития, женщине нужна сила отношений. Везде. Если женщина сильна в отношениях, она может везде быть успешной. Она приходит, и она всем нравится. Её сразу продвигают по службе. Она хорошая такая, хорошая. Значит, у неё есть сила отношений. Мужчина должен быть влиятельным. Он должен, глядя на него, человек должен видеть, что он всё может. Влиятельный человек. Означает наполненный Богом. Таким образом, в этой жизни есть только одна цель. Это наполнится Богом. А это возможно только если с ним строить отношения. Через природу, через людей, через храм. Через природу получаем силу и здоровье. Через людей получаем возможности в жизни. Через храм преодолеваем непреодолимые препятствия. Через природу получаем силу, могущество, работоспособность. Через людей получаем влиятельность, способность иметь возможности в жизни. Через храм получаем победу над судьбой. Победу. Вы когда говорите мне, Олег Геннадьевич, это невозможно с этим человеком жить. Значит, не хватает храма. Если вы говорите, что-то как со мной никто не знакомится, значит, не хватает любви к людям, служения возвышенным людям не хватает. Если вы говорите, что у меня что-то слабость, мне тяжело жить, работать тяжело, не хватает природы. Видите, всё просто. Теперь это просто примените в свою жизнь. Если вы не сможете, значит, вы не должны думать, что у вас что-то изменится. У человека само по себе в жизни становится только хуже. Лучше не становится. Да? Вот девушка. Подскажите, у меня есть сын, 4 года лет, и с его отцом мы не поддерживаем их отношения, но ребенок его не знает. Он, отец, живет в крайней дне невежества. И я против общения, и вот так же неправильно. Нормально, нормально. Ну вот мы сейчас ждем, как будто его, в принципе, нет. Но ребенок присутствует, и мне хотелось бы знать, как вестись и дальше. То есть так же поддерживать, ну вот ничем не говорить о нем, как будто его и нет. Да, иначе травма будет, ребенок травмируется. Ну а если он объявится в жизни опять, ну а только вот может причинить вилет моральный. Ну при этом я просто слышала, что если вот исключать, когда исключать шедроза какого-то члена семьи, что это потом негативно сказывается. Лучше сказать, что у тебя есть папа, но, к сожалению, у нас с ним нет контакта и все. Невозможно связаться. Потому что это будет правда, что с человеком вы не можете связаться. Можете связаться только с тем, что недостойно человек. По-доброму к нему отзываться, сказать, но сейчас мы не можем с ним контактировать, к сожалению. Нет возможности, если он будет спрашивать. Но это неправильная позиция — смотреть назад. Это несправильный способ жить — смотреть назад. Нужно смотреть вперед. Смотреть вперед — это значит быть радостной, активной, влиятельной. И ждать уже другого папу хорошего. Не смотрите назад и не думайте, что в этом мире есть препятствия, которые невозможно преодолеть. Все препятствия означают только одно. Но вы не хотите счастья. Если хотите, вот у вас, вы чувствуете объем работы, который нужно сделать для того, чтобы выйти замуж. Каждая женщина это чувствует. Перед ней стоит стенка определенная. Она чувствует невозможность. Эта невозможность преодолевает служение людям. Желать всем счастья. Людей нет вокруг. Желайте всем счастья. Не притянутся. Притянулись — заботьтесь. Вот есть клуб «Благость». Вы видели, девушка старается. Они конфетки все делают. Она вам рассказывает. Вот мы есть. Вы думаете, ну и что? Ну вот что? Если у вас не с кем общаться, общайтесь с ними. Видите, вы тоже слушаете лекции. Это одно сообщество. Общайтесь, развивайтесь, тренируйтесь служить людям. Они этим занимаются. Если у вас есть какая-то вера, там найдите своих друзей, свои веры. Общайтесь с ними, служите им. Развивайте отношения. Если вы говорите «мне некогда», тогда значит вы подписываете приговор одиночества. Если человек погряз в отношениях с деньгами, он больше не видит никакой жизни, кроме как зарабатывать деньги. Это значит, что он сам себе сделает приговор. Нужно находить силы на отношениях с Богом. Чем больше вы находите в этих сил, тем больше меняете свою жизнь. В конце концов, предупредит время, и вы не будете так напрягаться на то, чтобы зарабатывать деньги, потому что человек устает от того, во что он вкладывает ценность. Если человек считает ценным для себя деньги, тогда он будет уставать от работы. А если он считает ценным Бога, тогда он будет отставать от духовной жизни, а на работе будет работать спокойно, без сильного напряжения. Получится, получится, нет, нет. Спокойно. Но люди нервничают на работе. Нервничают, значит, теряют разум. Ну, давайте вы спросите, мужчина. Нет. Ну, вас тоже потом спрошу. Нет, пускай он говорит. Вы все какие-то суетливые. Вы сладко. Все техники психологические, они могут быть хорошими. Надо просто понять, что современный мир так устроен, что пытаются, ну, бизнес пытается, ну, снять ответственность человека и перевести его на метод. Поэтому все развивают иглоукалывание, гомеопатию и все семейные расстановки, развивают современная культура. Знайте, что это заведомо ошибочно. Человек никогда не должен поддаваться на эту идею. Расстановки хорошо, иглоукалывание хорошо, гомеопатия хорошо. Но всегда за этим стоит человек. И именно он решает все. Потому что, если человек связан с Богом, он может через любой метод человеку дать добро. А если он не связан с Богом, то это не получится. Я понял. То есть основное направление — это работать с собой? Основное направление — это понять, что за человек. Если вы хотите расстановки, нормально, нужно учиться. Я не против расстановок. Вопрос у кого? У кого вы будете учиться? Если человек сам не работает над собой, не развивается как личность, он просто тренер по расстановкам и все. Это формально. Ну, допустим, я хороший повар в ресторане. Что ты ешь? Я ем мясо, курю, выпиваю. Все это пойдет в твою пищу, которую ты готовишь. Пусть эта пища будет вкусной. Самый плохой яд — это сладкий яд. Ты когда его ешь, этот сладкий яд, ты не знаешь, что это яд, потому что он вкусный. Поэтому смотрите на людей. Будьте внимательны. Если человек невежественный готовит пищу, и не надо кушать эту пищу. Если невежественный человек делает расстановки, не нужны эти расстановки. Если благостный человек делает расстановки, почему не сходить? Это нормально. Он нашел инструмент какой-то для того, чтобы донести знание. Это всего лишь инструмент. Вот, допустим, песни — это тоже инструмент. Я включаю песни, это не значит, что я верю в песни. Я просто даю инструмент для лучшего понимания вещей. Вот, допустим, ту вещь, которую я вам сейчас хочу донести. Знайте, что в этом мире все опирается на отношения с Богом. И именно от них надо отталкиваться, чтобы понять, что тебе нужно в жизни. Если у человека есть отношения с Богом, он тебе поможет. Нет отношений с Богом, поможет лишь внешне. Даже машина, если человек делает и думает о Боге машину, она начинает приносить удачу, когда он на ней ездит. А если он просто делает ради денег, эта машина нормальная. Но если он ее делает и находится в пьяном виде, тогда эта машина точно будет бракованной. То есть есть люди в невежестве, они неудачу приносят. Есть люди, которые просто ради денег живут. Ну, как бы, ни холодно, ни жарко. Пользы не будет, вреда тоже. А если ты хочешь пользу получить, поменять отношения, тогда ищи тех, кто связан с Богом. Например, если ты у духовно развитого человека пройдешь консультацию без всяких расстановок, это будет больше пользы, чем с расстановками, но просто у обычного профессионала. Потому что, когда мышление переходит на техники, тогда сознание тоже становится техническим. Допустим, давайте, допустим, предположим, девушка ведет себя идеально. Она смиренно кивает головой, улыбается, все как надо делает. Вы думаете, это поможет? Нет. Если эти инструменты не передают любовь, то она просто потом ее будет тошнить от этого поведения. И она скажет себе, я не хочу больше над собой издеваться, буду вести себя правильно. То есть как обычно. Обычно она как ведет, сколько у нее есть в любви, столько и дает. Говорит, отстань от меня, у меня нет сил. Таким образом, что какой вывод можно сделать? Человеку не хватает просто сил. Силы идут от отношений с Богом. Накопите сил, и тогда не нужно будет никаких техник. Через вас, естественно, будет идти любовь. У меня просто сегодня хорошее настроение, и поэтому я передаю тебе привет, как из мультика. Но хорошее настроение идет от контакта с Богом. Через природу, через людей, через алтарь. Вот и все техники. Но я не против расстановок. Инструменты помогают. Я когда песню включаю, лучше усваивается материал. Если нет любви, ничего не усвоится. Бесполезно. Да, я понял. Я просто подробно рассказываю, чтобы все поняли, не только вы. Мужчина спереди. Сильно хотел. Только не суетитесь. Спасибо вам большое. Головные боли означают излишнюю энергию воздуха. Нужна энергия земли. Дерево тоже хорошо, да, для вас. Дерево, которое имеет мягкую энергетику, такое как липа, допустим. Клен. Мягкие деревья. Ни сосна, ни тополь. Такие сильные. Мягкие, добрые. Елка. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Это неизбежность в жизни. Неизбежность. И посмотрите, занятия йогой. И там вы видите, ну, максимум минуты каких-то ходов, ходов на следующий. Это получается... Неправильная методика для вас. Каждый человек должен свое количество времени находиться. По вашей конституции вы должны в каждом положении находиться 8 минут. Спасибо. Спасибо. Как определить, сколько минут в каждом положении? Пока не расслабит. Чувствуешь, полностью расслабило все, значит, меняй положение. Ну, последний вопрос. Спасибо, Андрей Иванович, за вашу работу и лекцию. Хочется говориться за вас, чтобы отчасти вернуть вам вашу любовь. Это уже не надо. Хорошо. Я не против. Можно, да? Ну, мне сейчас, да, мне тяжело, у меня здоровье сейчас страдает. Ну, я просто долго ехал, уже целый месяц, начиная с Владивостока и Китая, заканчивая Ростовом. Посмотрите, вы говорите сейчас о волевой силе. Ну, то есть, гении, великие люди, это значит сильной воли. Вы говорите о волевой силе, потому что есть другая сила. Это сила связи, отношений. Это большая сила, чем волевая. Когда человек использует волевую силу, он действует изнутри себя. Все, что у него есть, он использует в это время. Как, допустим, я общался с одним великим боксером, который не проигрывал никогда в поединках, и он мне рассказывал, он говорит, Бог внутри человека, говорит. Он мне рассказывал свою философию. Он говорит, я просто верю в себя. И делаю то же самое, что ты говоришь. Ты говоришь, надо молиться, там, в молитве побеждать судьбу, а я то же самое делаю, но добиваюсь изнутри себя этого же самого. Я тоже побеждаю раньше поединка, но изнутри себя. Вот этот метод изнутри себя, этот метод гениев. Он малоэффективен. Знайте, что гений — это тот, кто накопил большое благочестие и просто тратит его, эффективно тратит в этой жизни. Допустим, если у меня много денег в банке, я могу купить большую вещь. Но это не значит, что другой человек может, потому что у него денег меньше. У людей разное количество благочестия в зависимости от хороших поступков в прошлой жизни. Поэтому нет смысла изучать пример гениев. гений — это тот, кто вытаскивает изнутри силу. Но если у вас этой силы нет, какой смысл изучать их опыт? Если у вас нет мотора, двигателя, вы не можете летать. Можно, конечно, изучать опыт, как летают самолеты, но ты не взлетишь, потому что у тебя этого нет, инструмента нет. Но изучать опыт святых людей надо, потому что когда человек зависит не от своей внутренней силы, а от связи с тем, у кого есть сила, тогда он становится таким же сильным. И вот этот опыт, как люди поклоняются Богу, он более важен, чем опыт гениев. Если ты изучаешь, как люди контактируют с Богом, то тогда ты побеждаешь судьбу по-любому, есть у тебя благочестие или нет. Чем больше ты служишь Богу, тем больше получаешь силы. Это не ограничено. Приведу пример. Когда пришел пророк Мухаммед, то там были разные истории, и одна из них такая, что был один раб, который был очень слабым по природе. Он был настолько слаб, что он всегда проигрывал в поединках там с копьем. Над ним все издевались. Хоть он учился боевым искусством, но он был очень слабым и всегда проигрывал во всем. Но когда он уверовал в Бога, он обрел такую силу, что его хозяин за то, что он поменял веру свою, он его избивал до смерти, но убить никак не мог. Потом хозяин вымотался совершенно и уже не мог с ним ничего сделать вообще. В результате, отчаившись, он стал посмешищем. Над ним все начали смеяться, что он ничего не может сделать со своим слугой. Ну как бы он убивать его не хотел, он хотел, чтобы тот признался, что Бог не такой, как он хочет. В результате этого раба выкупили потом. И этот раб потом в боевых действиях убил своего хозяина. Он так сильно сражался, что стал сильнее его судьбы. Видите, по судьбе он был рабом, то есть совсем у него плохая была судьба. Но он так сильно возвысился, что уничтожил того, кто его притеснял в схватке. Хотя элита училась очень серьезно боевым искусствам. Гораздо лучше, чем рабы. Просто пример этот указывает на то, откуда надо брать опыт. Не от гениев. Конечно, на деньги тоже надо ориентироваться. Просто надо понять, какая цель у тебя. Если для тебя бизнес — это делать добро людям в меру твоих сил, то это уже служение Богу. Ты как бы делаешь бизнес, но ты часть денег тратишь на добрые дела. И для этого именно ты ставишь акцент, что я для этого делаю бизнес, все отношения остальное мне нужно для поддержания жизни. Все, тогда дальше пойдет маховик этот качаться. Вы вложили в Бога, Бог складывает в вас. И вы дальше следите, смотрите, хоть этот путь неведом. То есть неведом путь. Как это я отдаю просто, что мне назад придет? Если я отдаю, я теряю. Этот путь неведом. Но в духовном мире один минус один равно два. Ты улыбаешься, тебе улыбаются. Две улыбки, получается. А может быть и больше. Допустим, я улыбаюсь, и мне в ответ улыбаются 200 человек. Это уже более сильная арифметика еще. Все зависит от того, какая у тебя полномочия, сколько Бог тебе дал полномочий. А если ты добавил, скажем, что ты людьми и семьей, то есть с ними что-то надо как-то служить? Конечно. То есть деньги не отменяются. Деньги не отменяются. Просто мы говорим о мотивации, о цели. Мотивация, чем выше, тем больше полномочий человеку дается. Я же вам привел пример негра. Он был слаб. Но полномочия дали ему силу. Живите так, чтобы ваши полномочия стали огромными. Тогда будут огромные возможности. Деньги не отменяются. Деньги нужны для жизни. Просто, понимаете, если деньги становятся объектом поклонения, то это другая жизнь совсем. Человек поклоняется деньгам. Он верит в деньги. Тогда он может обманывать. Он теряет благочестие. Для него деньги главное. Чем больше денег, тем лучше. А как ты получил, неважно уже. Все. Другая жизнь. Если человек не опирается на благочестие, не идет дорогою добра, тогда другая жизнь. В ведах Бог сравнивается с Солнцем. Потому что Солнце дает всем жизнь, дает всем свет, радость, счастье. Искорка от Солнца, который летит, это сравнивается с душой. Так и есть. Мы в этом мире, когда думаем о своих проблемах, заботах, мы таким образом погружаемся не в отношения к Богу, а в свою судьбу. Чем больше человек погружает в свои заботы или в свою судьбу, тем сильнее он гаснет. Он теряет силы, потому что контакта нет с источником света. Искорка должна пойти вспять. Ей хочется поспать дольше утром, она должна вспать раньше. Ей хочется попозже лечь спать, она должна лечь раньше. Ей хочется побольше поесть, она должна поесть сколько надо. Ей хочется привязаться к кому-то, а надо наоборот служить. Все наоборот. То есть человек должен идти вспять в этой жизни, должен лететь к Солнцу, а не от Солнца. И мы знаем это в своем сердце, поэтому добра получается — это идти за Богом. А если я думаю о своих делах, забыл про молитву, погружаюсь в заботы, в дела, то тогда я теряю себя, становлюсь недобрым человеком, злым. Таким образом, кто такой добрый человек? Добрый человек — это тот, который отстраняется от своих дел каждое утро и думает о Боге. Он не думает о заботах и делах, думает о Боге. Он наполняется. То есть добрый человек начинает с самого себя. Он сначала наполняет силой свое сердце, зная, что если он пустой, он никому не поможет. А злой человек — это не тот человек, который плохой, как Бармалея там рисуют в мультиках. Злой — это пустой человек, ненаполненный. Он очень сильно в заботах живет, поэтому он нервничает, злится, потому что у него не хватает сил. У него хватает энергии любви прощать, терпеть, по-доброму относиться. Просто у него нет сил. Поэтому он становится злым. И в мультиках показывают, что когда по-доброму к Бармалею отнеслись, его полечили, дай болит, полечил, он тоже стал добрым, он заплакал. И, оказывается, Бармалей тоже хороший человек. Просто у него не хватало любви в жизни. Он рассказывает, что у него плохая жизнь была. Его никто не любил. Поэтому он стал Бармалеем. Таким образом, дорога зла означает нехватка просто энергии любви. Злых людей нет. Есть люди истощенные, неправильно направляющие свою жизнь. Теперь, когда человек наполняется изнутри, дальше что происходит? Что он должен сделать? Все есть в песнях. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Видите, мы поем это своим детям. Но петь надо кому? Себе. Кроме того, надо знать, что когда ребенок рождается, очень маленький ребенок, карма еще не начинает действовать. Карма — это что такое? То, что засасывает нас в круговорот жизни и отшибает у нас цель жизни. Цель жизни размывается в самой жизни. Надо вспомнить детство, чего ты хотел. Я, допустим, в детстве всегда мечтал увидеть чистых и светлых людей. Мне всегда виделись образы таких вот очень чистых, красивых людей. Я думал, где же они есть? Все они такие вокруг. Я потом понял, что это святость. Я, потому что в прошлой жизни, видно, уже реализовал этот опыт отношений с чистотой. Я понял, что есть чистые и светлые люди. Я хотел их увидеть. Мне хотелось за ними идти в жизни. Но потом я все это забыл. Когда я встретил знания, начал, как вы, слушать лекции с утра до вечера, с этого момента я начал вспоминать все, что я хотел.